Такой день на канале Мир Белогорья. Да, коренными. У нас и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и даже прабабушки, и прадедушки все являются жителями коренными. Я предлагаю посмотреть анонс программы и выяснить вкратце, чем интересно и чем знаменито ваше село. В село Орлик Чернянского района полная тайн и легенд. Как поговаривают старожилы, это в здешних местах разбойник Орлик спрятал клад с несметными сокровищами. Сегодня здесь полно молодежи. Им есть где работать и чем заниматься по вечерам. Они ездят всем коллективом отдыхать на юг, любят свое село. И вкус к жизни, как семейную традицию, передают из поколения в поколение. И где же работают все Орликовцы? Неужели действительно все в одном хозяйстве? Да, это правда. У нас сохранилось наше хозяйство, но только сейчас оно называется не колхоз, а акционерное общество Орлик. И работаем, конечно, мы как раньше, но уже по новым, новейшим даже технологиям. У нас в хозяйстве наше М4 молочно-товарных фермы. Ну, а всем ли жителям хватает работы? Ну, у нас 5600 гектар земли, 3000 поголовек РС, дойного, наверное. 1200? 1200 дойного из них. Дальше у нас даже с соседних районов работают трактористы, водители, доярки. Хватает работы, в принципе, всем уже в 5 утра работает молочная ферма, доярки. А есть ли свое хозяйство? Хватает ли времени на то, чтобы содержать животных? Ну, в свое хозяйство там у нас куры, утки, гуси, кролики, такое... Баранчики, ну, в некоторых даже домах есть и коровы, бычки. Как же в деревне без этого? Я обратил внимание на вашу футболку. Это ваша рабочая одежда, может быть, униформы, или вы просто по случаю каком-то надежды? Нет, это у нас есть праздник брендовый, Орляковская буренушка. К этому празднику мы вот так наряжаемся. Поэтому мы в этом году у нас 5 лет юбилея, мы приглашаем вас на этот праздник. У нас мы приводим туда живую, настоящую корову, угощаем от нее молоком. А что еще происходит? Еще концерт, награждение у нас передовиков, выставки разные. Также еще у нас угощение, у нас небольшая пасека есть с оладушками. Ну, все-все-все для народа, для жителей. Праздник. Обязательно постараюсь как-нибудь приехать. Ну, я, собственно, вижу, вы и сегодня не с пустыми руками. Это, по всей видимости, молоко. Да, это наш главный продукт. Поэтому можете попробовать. Очень вкусное. Нет нигде такого. Я разве что сейчас понюхаю, да, чтобы не оказалось у меня тех самых молочных усов во время остатка эфира. Можно... О, тот самый, тот самый запах. Но, признаюсь, у меня детство прошло с козьим молоком. Да, я все-таки больше к нему привык. А как понять, хорошее молоко или нет? Вы, наверное, уже наловчились, определяете это на глаз, по цвету, тому же запаху. Ну, да. Вы видите, немножко оно как бы желтовато. Это значит, что здесь очень хороший жир. 4-3 у нас сейчас. Как бы мы и не стараемся ниже. Наоборот, стараемся лучшими кормами накормить коровку, чтобы она дала качественным молоком. Поэтому, конечно. Ну, хорошо вы работаете, это мы уже знаем, да? Наверняка хорошо отдыхаете? Ну, отдыхаем. Нас директор силком отправляет в санаторий, путевки дает за счет колхоза. Всем бы такие директоры. Не только трактористам, но и дояркам всех отправляет на отдых. В том году мы ездили на море, он давал нам автобус на 30 человек в город Ейск. Это все было бесплатно. Еще дал там отдохнуть. Аванс небольшой. Как же удалось сохранить вот этот вот уклад взаимопомощи и вместе с тем стать экономически эффективным предприятием, скажите? Ну, благодаря дружбе, сплоченности народу, ну и, конечно, благодаря нашему директору, лидеру, вождю. Это все большая заслуга его. Ну, я уже понял, какой сплоченный народ в Орлике. Очень рад познакомиться с двумя орликовцами. Ну, и я помню про ваше приглашение. Давайте смотреть уже программу и поближе знакомиться со всеми остальными.